Для каждого, кто относится к ремеслу и творчеству, в Гродно прошёл приём граждан и прямая линия с начальником юридического дела Министерства культуры Беларуси Виталием Бейлиным. Подобные мероприятия в рамках Единого дня информирования проходят во всех регионах страны. На общую встречу с юристом пришли заинтересованные деятели сферы культуры нашего города, начиная от артистов, режиссёров и вокалистов, и заканчивая ремесленниками и представителями администрации Гродно и области. На повестке дня в первую очередь стояли вопросы о нововведениях в Кодексе Республики Беларусь о культуре. Их оказалось немало. Один из самых значимых — закрепление возможности за центрами или домами ремесел реализовывать свою продукцию на ярмарках и выставках. Были опасения, что без введения этого закона продажа ручных изделий в таком формате может быть неправомерна. К слову, инициатором поправки выступила Гродненская область. Ещё одно из самых главных изменений касается историко-культурных ценностей категории 3. Раньше нужно было обращаться в Министерство культуры для согласования ремонтно-реставрационных работ на историко-культурных ценностях категории 3. И эта процедура осуществлялась исключительно в городе Минске в Министерство культуры. С учётом того, что историко-культурные ценности категории 3 — это историко-культурные ценности регионального значения, эту функцию полномочия по выдаче заключения научно-проектной документации ввода объекта в эксплуатацию передать на уровень регионов. Теперь, чтобы получить заключение на вывоз за границу художественных произведений, которые не являются историко-культурной ценностью, нужно будет обращаться не в Минкультуру напрямую, а в свой областполком. Помимо общих вопросов, касающихся основных изменений в юридической сфере, Виталий Бейлин также провёл открытый приём граждан и телефонную линию, куда со своей проблемой или предложением мог обратиться любой желающий.